Провести вокруг Слова Божьего Я хочу предложить вам текст из Священного Писания, который записан в Псалмах, в 33-м Псалме и во 2-м стихе Здесь Давид говорит такие слова Благословлю Господа во всякое время, давайте скажем, во всякое время Хвала Ему непрестанно в устах моих Еще одно слово, которое мне очень нравится Непрестанно, старое русское слово, описывающее постоянное действие Хвала Ему не прекращается в моих устах Не там на небе, не где-то, где дома все хорошо Где празднуют день рождения Где получили там прибыль какую-то И вот такие счастливые, наконец-то у них получилось Они тут с кучей денег там Или там какие-то новые, там какие-то вещи приобрели Или квартиру, новоселье И они славят Господа, Аллилуйя Господь, Ты крутой И мы Тебе верим, потому что Ты нам помог А тут Давид говорит, хвала Ему непрестанно в устах моих Давайте скажем это слово, непрестанно, непрестанно Тронь кого-нибудь скажет, непрестанно, представляешь Непрестанно, то есть продолжается хвала И в добрые времена, и в трудные времена Благословлю Господа во всякое время Я хочу говорить сегодня с вами об одной из важнейших тем Вы представляете, Бог общается с одной женщиной Ну, в виде Иисуса Христа Иисус Христос, Он тоже Бог Он стоит, общается с одной женщиной И, а это женщина вообще, с которой не надо было даже разговаривать Потому что там по традициям, по всему там Он был иудеем, и Иисус, она была самарянка Иудеи с самарянами не сообщались Она пришла там почерпнуть воду И Он говорит, что дай мне воды Она говорит, а как ты ко мне обращаешься? Я вообще-то самарянка, а ты же иудей И они начинают разговаривать И в этом разговоре Иисус произносит такую мысль Услышьте меня Он говорит, отец таковых поклонников ищет себе Я изучал биографию некоторых людей Я был шокирован Допустим, мать Тереза родилась и выросла В какой-то, вы даже не произнесете В какой-то забытой, как нам кажется, богом деревушке Маленькой, где-то там на окраине в Албании Кому это интересно вообще? И может ли что доброе быть? Из маленькой деревушки, из Албании Вообще, каким образом мать Тереза стала женщиной Которой вообще стекались президенты, премьер-министры И они записывались в очередь Чтобы хотя бы час своего времени Она выделила для того, чтобы пообщаться с ними В чем секрет? Знаете, в чем секрет? А вот именно в этом Когда Бог, который создал весь мир И держит всю землю в своих руках Он говорит, я тут ищу Я тут на земле кого-то ищу Я кого-то ищу Неужели ты думаешь, что Он тебя не увидит? Там в твоем подвале, например Или где-то ты там под одеялом там Молишься и плачешь Как он меня или она меня обидела там Неужели ты думаешь, Бог тебя не увидит? А если ты поклоняешься Ему Всем своим сердцем, душою, крепостью Иисус говорит, знаете, я скажу Вам Бог ищет таковых поклонников Вы знаете, я бесконечно благодарен Я не один, ты, я думаю, тоже со мной Если глаза Божьи остановятся на тебе или на мне И Он скажет, я нашел Я нашел, я нашел сердце, которое поклоняется мне Я нашел сердце, которое вполне предано мне Когда Он находит тебя и меня Он берет тебя и меня В свои объятия, вне зависимости от твоего прошлого И говорит, пойдем со мной по жизни Пойдем со мной Ты даже не представляешь, что я приготовил для тебя Давайте еще раз услышим эту мысль Таковых поклонников Отец ищет себе Чуть выше Он говорит, кто поклоняется Ему В духе и истине Но я хочу сегодня поговорить с вами на Два момента, важных момента Первый, я хочу, чтобы мы с вами Как-то определили, что такое поклонение Вот я сижу в церкви сейчас, слушаю и пробую Это мое поклонение или нет? Ну, первое, часто тут явно выражено поклонение Тут такое чудесное присутствие Божие, которое текло И, конечно, это поклонение Ну, а вообще, что такое поклонение? А если я просто простою, вот так вот просмотрю Что тут они делают, вот эти вот люди Это что, церковь называется? Ну, я же здесь Это поклонение или не поклонение? А если я отдаю там десятину, например Или я чем-то, ну, помогаю Это поклонение или не поклонение? Я хочу поговорить с вами вначале об определении поклонения А потом второй вопрос, который я хотел бы с вами вместе обсудить Это вопрос того, когда или в какое время мы должны поклоняться Или зачем я должен поклоняться И, ну, есть ли повод поклоняться Когда я должен поклоняться? Мы посмотрим на жизнь некоторых людей Которые в Библии и которые в жизни были И посмотрим, как в разных ситуациях они вели себя Несколько мыслей еще перед тем, как мы подойдем к определению Друзья, мы были рождены для поклонения Мы были созданы Богом, чтобы поклоняться И нам нужно знать это Поэтому внутри тебя и меня вложим как будто магнит Который куда-то меня все время тянет К чему-то более глубокому, настоящему, истинному и неподдельному И я все время хочу какой-то настоящей глубины И я все время куда-то, куда-то как стремлюсь Душа моя не успокаивается Ни от чего Потому что Бог вложил в нас эту потребность поклоняться На самом деле мы все поклоняемся кому-то или чему-то И вопрос не в том, поклоняемся мы или нет Потому что мы все к чему-то приклеиваем, лепим Не знаю, слово нехорошее, наверное Ну, открываем наше сердце Связываем наши чувства Наполняем наш разум Чем-то восхищаемся Что-то нас завлекает И мы как будто, ну, хотим снова и снова пережить что-то Это поклонение Это моменты поклонения Поклонение Вот определение, которое я хочу, чтобы мы услышали Поклонение – это выраженная любовь Вот такое простое определение Самое понятное, доступное, наверное, каждому из нас И мы можем идти дальше в этих размышлениях Я еще несколько раз повторю, чтобы оно пришло к нам Прежде всего должна быть любовь Должна быть любовь Если вы посмотрите в Библию, то в Библии любовь всегда была выражена Нам не нужно просто, ну, механически Я бы сказал, тупо повторять за кем-то какие-то слова Это не есть чувство И это не сердце Это просто повторение Бог мог бы создать роботов, которые механически повторяли бы И повторяли бы, и повторяли бы, и повторяли бы Это 24 часа, 7 дней в неделю Безостановочно Но Он создал живых людей Нас с тобой Чтобы мы могли чувствовать Думать И свое сердце Поворачивать И в своем сердце иметь переживания Друзья, поклонение всегда было связано с сердцем Если мы что-то выражаем Но это не из сердца Вообще в Библии это называется лицемерие То есть то А Бог наш вообще-то сердцевидец То это не поклонение Потому что Он видит все движения наших мыслей Мы думаем о чем-то другом Иногда даже противоположном тому, что мы говорим Но ради этикета Ради атмосферы Чтобы не выделяться Мы скажем правильные слова Но сердце наше может быть далеко от этого Это и есть религия В религии не так важно Что ты чувствуешь и что ты думаешь Важно, чтобы ты делал все правильно Делай все правильно, все А в настоящей вере Бог говорит Я хочу видеть твое сердце Прежде всего Но если это есть в нашем сердце И оно не выражено никак То это тоже не поклонение Поклонение Это любовь Которая выражена Мы поженили с Татника 30 лет тому назад Вы знаете, в моей жизни Ну точно не сработало бы Если бы я там раз в полгода Или реже признавался бы Надюшке в любви А периодически объяснял бы Я очень умно и грамотно Моя мама была разумной очень женщиной И это способность понимать Объяснять у меня от рождения Я могу объяснить Поэтому я мог бы и объяснить Что я в общем-то очень занят И я не передумал ничего Я тебя люблю Если у меня будет что-то другое новое Я тебе снова сообщу об этом Это не работает Попробуйте В вашей семье Это не работает Вам нужно снова и снова выражать Ваши чувства Давайте я почту вам местописание Где Иисус говорит об этом Это Матфея 22 глава 37 стих Иисус сказал ему юноше Который спросил у него Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим Всею душою твоею И всем разумением твоим Друзья, кто-то из вас может сказать Пастор, ну а что главнее Сделать дело Или любить Ведь есть люди, которые просто любят Но ничего не делают Точно так же в церкви В церкви, в царстве Божьем Есть люди, которые говорят Я люблю, люблю, люблю При этом они абсолютно ничего не делают Для Господа Вы знаете, самое важное Это в действительности любить Но если вы по-настоящему Любите своего Господа Вы не можете не служить Ему Служение вытекает из любви Если я люблю свою жену Надюшку Я не могу не служить ей У меня даже задней мысли нет Чтобы там что-то урвать себе Там деньги там Или еще что ему сказать Это мне То есть это тебе, милая Это нам Это нашей семье Потому что когда ты любишь Тогда ты служишь Вопрос служения в церкви Которая поднимается в последнее время В нашей церкви Когда мы говорим Кто возьмет ответственность Кто возьмет ответственность Если ты любишь То ты скажешь Я возьму ответственность И возьмешь ее таки Потому что это дом Любимого твоего Бога твоего Иисуса Христа Служение Богу Заключается в любви к Нему Я хочу, друзья, сказать Несколько мыслей по поводу любви Две мысли Первая из них Любовь растет Прежде всего она излилась В наши сердца Духом Святым Данным нам То есть я не сам такой герой Вдруг взял и полюбил Бога Внутри меня вложено это Но любовь вообще-то Излилась Духом Святым В мое сердце Он послал Святого Духа А Дух Святой наполнил Наполнил сердце мое И дал мне любовь Смотрите Есть интересный стих Записан у Иезекииля 36 главе 26 стихом Там сказано так И дам вам сердце новое И Дух новый дам вам И возьму из плоти Ваше сердце каменное И дам вам сердце плотяное Каменное Бесчувственное Механическое Что нужно сделать Чтобы получить вечную жизнь Я сделаю это Бог говорит Я пошлю свой Дух Когда мой Дух сойдет Каменное сердце Механическое Я заберу Я дам тебе Новый Дух И этот Дух Будет любить Господа Любовь излилась Но она может расти И она может вытекать Или уменьшаться Для того чтобы Любовь возрастала Это как с родным человеком Чем больше ты проводишь Время с Ним Тем больше ты и любишь Его Тем больше ты соединяешься С Ним Точно так же с Господом Чем больше ты проводишь Время Читая Его Слово Любя Господа Будучи в церкви Служа Ему Из любви Тем больше твоя Любовь Растет Но написано так же Что дьявол посылает нам Раскаленные стрелы В Ефесянам 6 главе сказано Что эти стрелы Раскаленные И некоторые из них Попадают в наше сердце И они ранят нас И как бы дыра Образуется в сердце И я вроде люблю Господа Но я в чем-то разочарован Он не исцелил меня Так как я хотел Он не ответил мне На мои вопросы Он вообще как-то по-другому Повел мою жизнь И конечно я люблю его Но какая-то дыра А у некоторых людей В некоторых людях Это идол Потому что вы уже лепите себя К чему-то другому Или кому-то Некоторые к своим детям Некоторые к своей работе К своим увлечениям Некоторые к деньгам Некоторые к карьере Некоторые просто к влиянию Которое они чувствуют Они имеют К тем талантам Которые есть у них Чтобы выразить себя И вот эта дыра В сердце Через которую Любовь может Вытекать Поэтому нам нужно Смотреть И хранить свое сердце В Библии сказано Больше всего хранимого Храни сердце твое Потому что из него Источники жизни В нем источники жизни Друзья, я хочу Несколько слов сказать о том Что выражаем-то любовь Мы тоже по-разному Конечно, Бог разделил Человечество на мужчин и женщин Ева была водами Он уснул Когда он проснулся Он сказал О, это плоти от плоти моей Кровь от крови моей Она будет Называться мне Женое Она была взята От мужчины Женщина И какая-то часть Как будто бы взята от нас Но она так раскрыта В женщинах В женщинах Мужчины Мы смотрим на Женщин И мы удивляемся Они по-другому думают У них как-то по-другому Все это происходит Я хочу Показать вам В чем Типичная разница Конечно, есть Есть Особенности среди мужчин Есть особенности Среди женщин Но Многие исследователи Пришли к пониманию Того Что женщины Общаются Слушая И говоря Поэтому Если мы это понимаем То мы Позволяем ей Высказаться Своей жене Когда я приезжаю домой Я задаю ей вопрос И потом Мне нужно Просто остановиться На какое-то время Потому что Ей нужно время Чтобы она рассказала Она слышит И говорит Так она устроена Это ее метод Общения А мужчины Общаются Чаще всего Через наблюдение И через то Что они что-то делают Они не особо говорят Им не особо это нравится Поэтому мужчинам нравится Водить автомобиль Потому что Он сидит Чуть-чуть там ногой Шевелит Чуть-чуть там руку Где-то дернет Чуть-чуть еще что-то И он наблюдает Он наблюдает Он молчит Он что-то делает при этом О Ему это нравится Два мужчины Могут прийти на рыбалку С раннего утра Просидеть весь день Не проронить Ни пяти слов Но потом вечером Когда же нас спрашивают Как у вас дела Он говорит Класс О чем говорили? Ни о чем Как ни о чем? Мы целый день просидели Ну ни о чем Ну а с кем ты тут сидел там? С другом моим Они как-то подружились Молча Молча Просидели весь день Вы оставьте двух женщин На несколько часов Они узнают все детали Все подробности Все о детях О внуках О родных О близких Все что в магазине Тут рядышком новое появилось Они все друг другу расскажут Два часа пролетело Они скажут Ой Уже два часа пролетело Знаете Это Бог создал Так Я хочу дать вам один совет И мужчинам И женщинам тоже Совет который Я хотел бы дать Сестрам Нашим драгоценным Если вы хотите Чтобы ваш Супруг поговорил С вами А что если вы спросите У него Или будете говорить с ним На его языке Когда он возвращается домой Не спрашиваете у него О чем вы говорили Он вам скажет Да ни о чем А спросите у него Что вы делали Сколько рыбок вы поймали А как А как там Клюв был Вообще А чем ты занимался Сегодня на работе И у него По другому бегают электроны И он тогда скажет Ну чем я занимался На работе сегодня Ну утром там Там было то Потом было то И он вам расскажет Но когда вы спрашиваете у него О чем вы говорили Он скажет Ни о чем Потому что по факту Он так и не видит Что мы о чем-то поговорили Встречается два мужчины Один говорит ему Привет Привет Как дела Хорошо Давно тебя не видел Я тоже У тебя все хорошо Да А у тебя Тоже все классно Жена Дети Внуки Все там Все живы Здоровы Все хорошо Там же работаешь Там Это уже Хорошо Здорово было пообщаться Пока И они пошли Все Понимаете То есть мужчины Они другие А когда ваша жена Теперь Хочу дать совет Братьям Возвращается домой Не спрашивайте ее Что она делала Она чувствует Как будто Ее тут же обвиняют Что она ничего не делала А что думаешь Я лежала тут целый день У нее такие мысли Ты что Меня подозреваешь Что я лежала тут целый день Я не лежала Вы спросите У нее О чем Она говорила Или о чем С кем она общалась Но вам понадобится Присесть И просто набраться терпения И выслушать Потому что На самом деле Она вам Расскажет Если вы Но если она заподозрит Что вы не серьезны Что вы Просто так спросили Потому что Вам кто-то научил А по факту Вы сидите там Где-то в телефоне И вам это все Не интересно Вы очень сильно обидите Очень сильно Раните ее Итак, друзья Я хочу сказать Что мужчины По-другому общаются Почему я говорю Об этом И вот здесь Внимание Вы знаете В истории церкви На протяжении Столетий Христиане В своем большинстве Находились Под женским Лидерством Вот почему Так много В церкви Выглядит По-женски Здесь нет Никого упрека Я просто Это данность Но Я хочу сказать Что последние 40-50 лет Бог что-то делает Бог движется Среди мужчин И что-то делает Среди нас Мужчин И меня это очень сильно Вогодушевляет И вот следующее Я хочу сказать Каждому мужчине Что вы можете Смело поклоняться Богу Вы можете Поднимать Свои руки Вы можете Открывать Свои уста Дома Или в церкви Слава Богу Мой папа Дома пел Вот пел Ходит по комнате И поет Поет на их языках Потом говорит Сынок Идем помолимся Он научил меня Выражать Мою любовь К Богу Научил меня Поклоняться Богу Вы Не представляете Как я хотел бы Чтобы наши мужчины Заняли То место Которое Бог дал Нам Мужчинам Чтобы мы взяли Ответственность Я знаю Что очень трудно Иногда взять ответственность Когда столько всего Но мы все-таки Созданы Чтобы взять ответственность И взяли ответственность В поклонении Чтобы мы Могли славить Господа Может быть Ты не умеешь петь Хорошо Не пой Говори Молись Читай Библию Выражай Любовь Нам нужно Учиться Это делать И нам нужно Смелость И дерзновение Я хочу Чтобы вы услышали Мужчины Это круто Это здорово Когда Бог Поднимает мужчин Когда мужчина Стоит пред Богом И поклоняется У него в жизни Будет все в порядке Так и Павел сказал Что если Муж под властью Божией Тогда жена Становится под власть Мужа И я хотел бы Чтобы это Желание пришло Каждому Из нас Друзья Я хочу сейчас Поднять еще один вопрос И вместе с вами Посмотреть на Несколько судеб Зачем поклоняться Или в какое время Мы должны поклоняться Мы сказали уже о том Что поклонение Это выражение Моей любви Мы сказали уже о том Что поклонение Настоящее Истинное Исходит из сердца И нередко Поклонение Выражается В том Что мужчина Что-то делает Он слышит Делает И нам надо учиться Не только делать Но и поклоняться Просто уделять Это время Поклонению Я хочу сказать Что дьявол Очень сильно Заинтересован в том Чтобы остановить Каждого из нас Смутить И он подкидывает Нам вопрос Зачем ты Вот это сейчас Поклоняешься Вот это ты пришел В церковь поклоняешься У вас было такое или нет Я слышал одну историю Как один парень Летел Очень сильно опаздывал И не увидел Что светофор Переключился на желтый И перед ним Автомобиль Затормозил И ему пришлось С юзом остановить Свою машину И он выехал К нему так рядышком Открыл окошко И не смог сдержаться Недавно В церкви Не смог сдержаться Выругался на него Там А тот вышел Из машины Показал удостоверение Одел ему наручники Привез его в участок И он сел Брат наш Сел Не знает что делать Причем Если добавишь Он ехал в церковь Служение вообще Картина Маслом То что называется Не знает что делать Молится Богу Господи Даже не знает Как молиться И как В машине Там жена И дети То есть Все плохо Все жутко плохо Какая церковь То есть Сбежать И все Протокол там Оформлять Он хочет И короче Этот полицейский Возвращается к нему Через какое-то время И говорит Вы знаете Я прошу прощения Я вас отпущу Я отпущу вас Не только потому что Жена там И дети Потому что я Подошел к машине И я заметил Что на вашем автомобиле Сзади есть Рыбка Ихтус Вы Христианин Я вообще-то подумал Когда увидел эту рыбку Что вы Угнали машину У христианин Но я вас отпущу Это же ваша жена Это же ваша жена Моя Сидит Такой Он приходит И такое чувство Я не достоин славить Я не достоин славить Бога Я хочу сказать Друзья Мы все где-то Бываем в разных ситуациях Таких, где нам Не хочется вспоминать Нет времени У меня Я рассказал пару Историй из моей жизни Где я вдруг чувствую Как это могло быть Но я хочу сказать другое Я хочу сказать следующее Мы славим Бога Не потому что мы достойны Никто из нас Не достоин славить Бога Мы славим Бога Потому что Он Достоин И наш весь фокус На Него А не на себя И это не есть лицемерие Когда ты Будучи в таком Разваренном состоянии Увидев себя Кто ты есть Во грехе Поднимаешь руки И говоришь Прости меня Очисти меня Я ненавижу это в себе Но я славлю тебя Я поклоняюсь тебе Это истинность Это настоящий момент Пред Богом И Бог с искренним Поступает Искренне Я хочу Очень кратненько Сказать вам Что бывают Такие ситуации Когда кажется Вовсе неуместно Славить Бога Помните мы начали С того Благословлю Господа Во всякое время Друзья А у вас когда нибудь Были потери Родного близкого человека По-настоящему По-настоящему близкого человека С которым мы прожили Долгие годы Связали ваше сердце Душу Мы с Наникой Переживали это Я хочу сказать Что я прочитал в Библии Об отце Знаете эту историю Ему было 75 лет Его жене было 65 Бог заговорил с ним И Бог говорит У тебя будет сын Его жена услышала Это и рассмеялась Ее звали Сара Речь это об Аврааме Прошло 14 И сколько Или 11 лет Когда ему Стукнуло 86 Он решил Что Бог Про него забыл Он тут наделал делов Взял служанку Вошел к ней Родил в родину Бог ты забыл Я помогу тебе И потом это Беда такая Которая Ну это ребенок Это жизнь уже А Бог Дальше продолжает Бог не отменил Обетование Свои Своё обещание Внимание Когда ему исполнилось 99 лет Кто-то есть у нас В таком возрасте Почтенном Просто хотел бы Почтить Когда ему исполнилось 99 лет Вы знаете В 99 лет Всё по-другому Как-то смотрится Бог приходит Ему и говорит Ты помнишь Я тебе говорил Что у тебя будет сын Обетование Так вот Он у тебя будет Через год Но в этот раз Не только Сара Рассмеялась В этот раз И Авраам Тоже смеется Господи Время-то закончилось Бог говорит Нет Моё время Только начинается Сейчас Это у тебя В голове Закончилось Да нет Не в голове Вообще Время закончилось Посмотрите 99 100 лет Ты чё Сара На пенсии Давно уже Когда ты первый раз Говорила Она только получила Первый раз Пенсию Вообще-то Господи Поэтому То есть Она только пришла С социальной службы Оформила только А прошло с того времени 24 года Где ты был 24 года Господи И они смеются Смеются Это смеются А она забеременела И родила мальчика Назвали его Исааком Я думаю Не нужно вам Говорить о том Как сильно он Посхищался Удивлялся Верил Любил И как всё связывалось С этим мальчишкой Когда он подрос То Бог приходит к нему И говорит Возьми своего сына И принеси его Мне В жертву 22 глава Бытие Прочтите дома Время моё Очень быстро летит Пятый стих После трёх дней Когда он идёт В послушании С мальчишкой своим Дрова Тут ещё Двое слуг Которые помогают Они пришли к той горе И он должен Своего сына Принести в жертву То есть убить Убить Они поднимаются На гору Мальчишка спрашивает Папа Вот дрова И огонь А где же жертва Эти картины Перед глазами Просто Ты не можешь От них избавиться Он просто видит Что он Что он его связывает Кладёт его На дрова Потом поднимает Руку с ножом Потом смотрит на него Последний вдох Господи Господи Каким-то образом Господи Я не знаю Но я Ещё чуть-чуть И в послушании Богу Он будет Свидетелем И участником Смерти Своего обетования Своего сына И вот здесь Внимание Он говорит Абрам Поворачивается К своим Этим Значит Отракам Значит Слугам Которые идут С ним И говорит Вы здесь Будете Я Я с мальчишкой Поднимусь Вы останетесь Здесь С ослом А я И мой сын Пойдём туда И поклонимся Что? Поклонишься? Причём тут поклонение? Смерть! Какое поклонение? Когда смерть? Когда смерть Крик! Когда смерть Просто протест! Подождите А вы Библию читали? А в Библии там написано Смерть Приобретение Подождите Как? В смерти можно поклоняться Богу? Абрам говорит Да Я назову это поклонением Это моё поклонение Богу Я поклонюсь Ему И на этом не стоит точка Дальше через запятую И возвратимся Русский язык Возвратимся Множественное число То есть мы вдвоём поднимемся Мы вдвоём поклонимся Подожди Ты его убьёшь Как это? Дальше что? И мы вдвоём возвратимся Это вера Из тема Нет времени Говорить они Поклонение Твоё, когда ты поклоняешься Богу Рождает в тебе веру Ты можешь сказать Пастор, почему у тебя в жизни Так получается? Откуда ты так веришь? Сверхиестественно Я Богу поклоняюсь И в моём поклонении У меня рождается вера В моей тайной комнате В моих общениях В моём общении с Господом Когда я как Мария У ног его сижу У меня рождается вера Вера корнями Уходит в поклонение Начни поклоняться Богу Даже в момент смерти И у тебя вера будет Рождаться Второе Вторые обстоятельства Это Авраам Вы знаете, что произошло Да? Дочитайте Кто не знает Прочтите 22 главу Бытия Вторые обстоятельства Непреодолимые Неимоверные Невообразимые трудности И проблемы Которые сваливаются на голову Ну куда здесь поклоняться В таких трудностях? Надо выбраться тогда Поклоняться Это история О человеке Которому Бог Применил Это слово Праведный Непорочный История о непорочном Праведнике Непорочном Праведнике Я переведу её На наши дни Это история о биове Вы сидите дома у себя В гостиной Звонок Вы вышли Открываете дверь А там Человек Уполномоченный Вам прочесть Он оказывается Судебных приставов Что сейчас у вас Отнимают Имущество Которое есть у вас Он начинает Говорить про автомобиль Он ещё говорит Говорит Потом Дзин Ну дверь вы Закрыли Опять кто-то звонит Вы Читаете Смотрите Вы праведны Вы ничего не сделали Вам Только что Объявили Что ваш автомобиль Там имущество Всё принадлежит аресту У вас сейчас Это заберут У вас этого не будет Вы не можете понять За что и почему Дзин Дверь открывается Дверь Заходит второй человек Так написано в Библии Пока он ещё говорил И если вы подлинники будете видеть То это так и было Пока он ещё говорил Этот говорит Приходит другой Мы иногда думаем Ну это через Там несколько дней И он там Один там сказал То другой Нет 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 Это считанные минуты Приходит другой И то Ну тоже с приставов И тоже там Непонятно откуда И читает Что у вас Забирают квартиру Сейчас Пока он ещё говорил Приходит третий И третий Объявляет Что все ваши счета Вообще Арестованы У вас Какой-то огромный долг И так как вы Не в состоянии Будете вернуть То вас сейчас Арестуют И уведут в тюрьму Пока он ещё говорил Уже три стоят Приходит четвёртый И подъезжает полиция И выходят полицейские И говорят Мне очень Очень больно Вам сообщить Здесь у меня есть Весомое доказательство Что все ваши дети У него было Пять сыновей И пять дочерей И двое сыновей Все ваши девочки И мальчики И внуки Мертвые А То есть вот это всё Имущество Это всё ерунда Дети 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 Это жизнь моя Дети Что? Что случилось? Дети Я видел такие моменты По-разному люди ведут себя Как вёл себя Иов Смотрите, друзья Написано Он Встал Разорвал верхнюю одежду свою Встриг голову Упал на землю И поклонился Что, серьёзно? Поклонился? В этот момент Ещё и сказал Такую фразу Нак я вышел Из чрева Матери моей Нак и возвращусь Господь дал Господь взял Да будет имя Господне Благословенно Ты не можешь сказать У меня слишком Пастор Тяжёлые обстоятельства Я не буду славить Бога В церкви Или дома У меня есть времени Молиться Ты не можешь сказать так Посмотри на праведника Иова Причём он праведник И непорочный Он Сделал Всё, что мог сделать Самое лучшее Что ты и я Мы можем сделать Любить Господа Всем сердцем Поклониться Ему Во всякое время Во всякое время Во время беды Во время болезни Во время, когда ты смотришь В лицо диагнозу Во время, когда страх И знаете, что в Библии сказано О последних временах Что они будут слышать И ужасаться Слово ужасаться Падать в шоке То есть ты включил телевизор Слушаешь, что происходит И ты от информации Падаешь возле телевизора Так в Библии написано Что они будут Они услышат И ужаснутся Ужаснутся То есть коронавирус А что происходит А-а-а-а А-а-а-а Падают Только праведники Которые поклоняются Богу Они будут стоять Как светило Потому что Они знают Господа своего Друзья Третье обстоятельство Очень кратенько Это отверженность Уныние Просто когда у тебя Нет вдохновения У меня нет времени Раскрыть Но я хочу сказать Что Давид Это человек Есть две точки зрения В Библии там написано Когда он исповедует Свой грех Он говорит Во грехе Зачала меня Мать моя Одна точка зрения Она такая Общеизвестная Где сказано О том Что это доказывает Что первородный грех От Адама Переходит по генам И когда происходит Зачатие То это уже грех Подождите А в подлиннике Там чуть-чуть Как-то по-другому Это выглядит Это выглядит так Что когда мама Зачинала меня Это был грех Подождите А если муж И жена вместе Имеют близость И они зачинают ребенка Это что грех в семье? Да нет Это не грех Это благословение Вы скажете Пастор Ты хочешь сказать Что Давид Был зачат вне брака? Это вторая точка зрения Она имеет Право быть Мы придем на небо Узнаем Вы скажете Ну не может быть человек В родословии Иисуса Христа Который зачат вне брака Фу Я вам приведу тут Несколько еще других примеров Раав блудница Она в родословии Иисуса Христа Форес Его папа был Иуда Да Иуда имел двух сыновей Ора и Анан Отсюда ананизм Ора был плохим Бог его уничтожил Вы скажете Что? Это Библия Я цитирую Бог его уничтожил Потом Анан что-то сделал Не так как надо Бог его уничтожил Остался папа один Ну и невестки две Прошли годы Одна невестка делась Как блудница Выходит себе на улицу Села себе Света не было в те годы Лампочка Эдисона не была Еще придумана Темно Сумерки Он идет О! Он ее купил Соплатил У них была близость У них родилось два мальчика Один из них Форес А Форес В родословии Иисуса Христа Что это Что это значит? Это значит что Иисус Получил семя святое От Отца А человеческий род Обычный Человеческий род Со всеми грехами Вот Он от нас Произошел Со всеми нашими Грехами Так вот Давид Был настоящим Поклонником Богу Это Давид сказал Благословлю Господа Во всякое время Это Давида Когда помазал Самуил Отец сказал Иди поси овец Это Давиду Сказали его родные братья У тебя дурное сердце Что ты тут пришел? Это Давид Переживал Жуткое отвержение От своих родных И близких А потом еще и бегал Семь лет От гнева царского И это Давид Стал человеком По сердцу Божьему Стал Поклонником И последнее Что я хочу сказать Друзья В Евангелии От Марка Есть удивительная история В пятой главе Там написано Об одном человеке У которого было Много проблем Он жил в гробах В гробах И он Он был одержимый И его бесы Мучили об эти камни Он весь был в крови Он весь был просто Он бился об эти камни Иисус пришел к нему В то место В те гробы И когда Иисус пришел к нему Шестой стих Пятой главы Марка Написано так Увидев же Иисуса издалека Прибежал И поклонился ему Я не знаю Но меня это сильно вдохновляет Бесы не могут остановить тебя Когда ты Хочешь поклониться Богу Твоя воля Сильнее любого демона Который тебе внушает что-то Если ты захочешь Ты сможешь Поклониться Богу Там написано Легион был этих демонов И между прочим Он получил новое место жительства Бог его освободил И он больше не жил в гробах Я хочу молиться вместе с вами Потому что на самом деле Нет никакой причины Чтобы мы не славили Бога Ни смерть Ни трудности Ни отвержения Ни уныния Ни демоническая зависимость Не могут остановить нас От поклонения Ему Отец Небесный Мы поклоняемся тебе Мы поклоняемся тебе В этот час Мы выражаем тебе Нашу любовь Как Иов Который услышал Все что произошло Упал на лицо свое И выразил тебе Свою любовь Господи Мы поклоняемся тебе Как Давид Поклонялся тебе Во всякое время Мы поклоняемся тебе Как этот несчастный Который жил там Во гробах И был демонически зависим Господи Но когда он увидел тебя Иисус Он побежал к тебе И поклонился тебе И он получил освобождение Мы поклоняемся тебе Потому что ты достоин Не мы достойны А ты достоин Господи Славим Превозносим Возвеличиваем тебя Ты воистину велик И ты воистину достоин славы Ты достоин славы Ты наш Бог Мы славим тебя Присоединяемся к тому Что происходит на небе Где 24 старца 4 животные Где ангелы Архангелы Херувины И все кто находятся там В тронном зале Они поклоняются тебе Они говорят Насколько ты свят Насколько ты велик И насколько ты любящий Бог Мы славим тебя Мы поклоняемся тебе Мы превозносим тебя Аллилуйя И весь народ скажет Аминь Давайте встанем Сидим 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 Субтитры подогнал «Симон»